Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции подписан план совместных мероприятий по взаимодействию с Ассамблеей народа Казахстана. По документу запланированы специальные концерты, театральные постановки, изготовление и распространение раздаточных материалов, а также проведение разъяснительных встреч. Отмечалось, что эти меры помогут привлечь общественность к формированию антикоррупционной культуры. По словам заместителя председателя АНК Дархана Мэнбая, в реализации документа примут участие все региональные структуры Ассамблеи, Советы общественного согласия, научно-экспертные группы и этнокультурные объединения. Формирование общественным сознанием неприятия коррупции как чуждого задачам модернизации явления является залогом стабильности и единства нашего общества. Глава государства программной статьи «Взгляд. Будущее. Модернизация. Общественное сознание» отметил, что мы строим мерикаратическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по личным профессиональным качествам. Формирование антикоррупционной культуры в обществе должно сопровождаться широким участием общественности. Сегодня также был презентован научный проект «История межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане». В него вошли исторические материалы о традициях, обычаях, обрядах и верованиях самых крупных этносов, а также их достижения в науке, образовании, литературе и искусстве. Ученые планируют создать подобные труды обо всех этносах, проживающих в нашей стране. Вместе с тем, на заседании госсекретарь отметила, что Ассамблея должна внести свою роль в формировании казахстанской идентичности, укрепления единства и согласия в обществе. Гульшара Абдекаликова также обозначила несколько задач, которые помогут раскрыть потенциал АНК в условиях обновленной конституции. «Реформа усиливает механизм гарантии соблюдения прав человека и принципов правового государства. Ассамблея должна принять непосредственное участие в работе по совершенствованию законодательства и практики, устранению причин и условий, способствующих нарушению прав, свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова